Всем привет, с вами Леночка и это игра The Long Dark. Итак, мы находимся возле охотничьего домика. Это локация железная дорога загадочного озера. Не знаю уж, кто его загадил, но тем не менее, озеро у нас загадочное. Так, значит, обитаю я в домике и временами хожу обозревать окрестности. Но вот с утра, с игрового утра, а вообще была ужасная погода, метель, днем тоже была метель, была плохая видимость. И я решила никуда не ходить. То есть можно, конечно, пересидеть, там пораскинуться в что там она играет, в пасьянс. Ну, будем думать, что это все же пасьянс. Вот, и потратить время с пользой. Собственно, расставляя предметы. Здесь у меня шарфик лежит, тут точильный камень, удочка, лук, стрела и еще наконечник стрелы. Здесь у меня мусорное теперь уже ведро, в котором лежит мусор. Ой, вот мусор, который все, он уже сломанный. Тут спичечки я разложила. И, в общем-то, все, что мне в данный момент, допустим, на руках не нужно, пока я осматриваю окрестности. То есть вот эти предметы, в принципе, ну, я имею с собой какое-то количество определенное, которое мне нужно в поход с собой взять. А все остальное остается в доме. Далее, значит, пока костер у меня, когда я тут разжигаю, либо камин, либо печь, пока горит костер, я не трачу его впустую, а всегда заготавливаю впрок воду. Воду всегда можно скинуть. То есть, видите, вот такие бутылочки заготавливаю и на случай всегда есть вода, чтобы не тратить спички и вообще зачем. То есть вот у меня сейчас 0,52 литра. Я могу это тоже скинуть, бросить. И мы можем скинуть либо 0,5 литра, либо сбросить все. И тогда будет, мы можем скинуть даже 0,2, если вот так вот прогнать. Вот, но скинется оно в пол-литровую бутылку. Значит, вода скидывается в пол-литровые и литровые бутылки. Она не скидывается в 2- и 3-литровые, в 5-литровые, я не знаю, у меня еще не было столько воды, но можете попробовать. Тем не менее, скинуть ее в 5-литровую, в общем-то, 5 литровых. Но мне кажется, все равно она скинется 5 бутылок по литру. Давайте вот посмотрим. Видите, пол-литровая бутылочка, мы ее возьмем, еще возьмем. И я вот сейчас покажу вам, продемонстрирую, собственно, сброс. Сбросим. Сколько мы сбросим? Полтора литра? Или все? Нет, давайте полтора литра, чтобы не мешалось у нас особо. Итак, вот у нас две бутылки. Вот одна бутылка у нас пол-литра, вторая бутылка у нас литр. То есть вот, пластиковая бутылка. Я не знаю, откуда берутся вообще бутылки у нас, либо они у нас где-то есть пустые бутылки. Но тем не менее, вода скидывается в такие пластиковые готовые бутылки. Откуда что берется, это только спрашивать разработчиков. Но тем не менее, все вот так вот, очень даже цивильненько. Итак, чтобы вы выложили все, и чтобы не оставлять все угодно на полу, где попало посередине комнаты, можно нажать правой кнопкой мыши на предмет, он становится зелененьким. И, собственно, разместить его где угодно. Можно не только на полу, вот сюда, туда, сюда. Здесь можно даже вообще на подоконник поставить. Ставьте, давай. Вот, поставить на подоконник бутылку воды, только потом не забыть ее здесь. Значит, я расставляю воду, мне как-то удобнее вот здесь, как с x-pack расставляю, вот, бутылка воды. Остальное я подняла. А мне удобнее воду хранить по пол-литра. Поэтому я вот такую процедуру проделываю и вкладываю пол-литровые. Так, я уже листочка скинула. Это мне нужно. Да, то есть я таскаю обычно с собой от пол-литра до литра. Больше литра с собой таскать вообще пока еще не было необходимости, потому что в любом случае, если ходить по окрестностям, она замерзнет, нужно будет делать костер и в любом случае вода будет. Таким вот образом правым кликом мы берем, давайте здесь покажу, правым кликом мы берем, доберись предмет, и левым кликом мы его ставим. Правым берем, левым ставим. Вот таким вот образом, когда у вас есть какое-то временное жилище, вам не нужно таскать ничего с собой, видите, у меня рюкзак вообще практически легкий. И я могу спокойненько оббежать, в прямом смысле оббежать окрестности и собрать что-то еще нужное. Вот, здесь у меня собачий корм, хотя собачки еще нету, может волка приручить, не знаю. Так вот, а вот эта печь, да, здесь стоят металлическая сковорода и еще сковорода, я думала, это кастрюля, но называется тоже металлическая сковорода, в общем, нержавейка должна быть. Значит, по идее, по идее в жизни мы бы хотели растопить печь, и чтобы все конфорки у нас сразу включили, были задействованы, положить мясо в сковороду, но опля, игра нам говорит, что это неправильное место для размещения объекта. Да вы что, блин, а я это думала, мясо как раз вместо в сковородке. Ну, пришлось в игре положить его вот так, естественно, уже готовое, так как эти конфорки у нас не задействованы. Хотя я хочу написать об этом разработчикам, чтобы они что-то все-таки подумали насчет печки, ведь это несложно на самом деле. И это было бы логично, кстати, что когда разогреваешь печку, то есть конфорки бы работали, и есть ведь еще чайничек, да, вот такой вот чайничек, чтобы он тоже задействован был, и в него можно было в нем кипятить воду, там, чаек, кофеек и прочую, и прочее, и прочее. Вот для таких вот чая из шиповника, и там речь или еще из чего, я считаю, вообще нужен термос. Но, по-моему, про термос тоже им уже писали. Ну, вот что, я вам показала, как раскладывать предметы, собственно, сбрасывать воду. Можно вообще сбрасывать все. Вот у меня книжечка на полочке. Ну, если войти в образ игры, мы типа сидим на лавочке у камина, если зажечь камин, да, и читаем книжку. Так, ведро с мусором я вам показала. Вот это чей-то шарфик, который просто теперь является тряпкой, но создает такой интересный антураж. Значит, здесь у меня все разложено тоже. Что еще где? Нет, здесь ничего нет. Да, был бы топорик, вот эти все бы доски, я бы убрала, все, был бы более порядок. Вот. Кстати, а вот это? Это ведь штука для ружья, правильно я понимаю? Что тут еще такое? Давайте... Оп. Ружье наше, карабинчик. Так, мы его тоже выложим, бросить. Подберем правой. Эй-эй-эй, да что с мышкой? И о, да! Прям как раз для ружья. И у нас еще легче стал. Рюкзак вообще классно. Теперь 13 килограмм. В принципе, пока я особо ни на кого не охочусь. И медведь у меня разве что там внизу гуляет. С того вот вида, которым я смотрела. Вот это единственное место, где я видела мишку. Причем только в хорошую погоду там гуляет мишка. Ух ты, какой закат! Мишка у нас вот здесь гуляет где-то... О, а вон он, кстати, гуляет. Давно не видела его. Вот он гуляет только в хорошую погоду. В пургу здесь только олени скачут. Ну, на то они и олени. А вот мишка вот так слегка, медленно, аккуратно прогуливается только в хорошую погоду. Но отсюда стрелять вообще не вариант. И что-то не охота мне его убивать. Пусть живет. А ну вот и все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока-пока!